привет братья привет сестры неожиданное начало сегодня такое начало с конца смотрите какая красота у меня на столе на столе у меня вот таких два противня замечательный запеченный с луком с лимоном с маслом не оливковым растительным маслом на луковой подушке вот такие вот камбалюшки у нас слушайте пока не попробовал ведь одной не хватает попробовал не стал бы особо рекомендовать но вот выход из положения у меня сдохла плита поэтому кинула в духовку ну и пока я пробую пока я ем давайте покажу вам как она нам досталось но сразу говорю игра стоит свеч можно ехать рыбалка странная но такая продуктивная так что приятного аппетита мне а вам хорошего просмотра окопы окопы слушайте место место мы не то чтобы скрываем просто тут как бы на карте дороги нет и как это все называется мы не знаем дорога жуткая но мы уже близки на подъезде где-то окоп да слушайте но сказать плохая дорога ну так не скажешь она даже кто-то ездил здесь но даже даже наш транспорт удивлен как да да и все продолжается как эта линия обороны здесь было что ли удивительную дорожка не на всякой машине были сюда поехал на и дорога как-то поуютнее стало и вот она искомая балтийское море ну что еще пять минут было немножко неудобства и об но смотрите какая история праздно шатающиеся ладно мало смущают а вот и рыболовы рыболовы неожиданно были мы тут одни но были прямо здесь на этом месте все погнали разворачиваемся красотища какая тихо-тихо ветра нет вообще волна какая-то прибойная но с каких-то ветров осталось а так вообще тишина вот видели уже как рыбку поймали слушайте это надо было столько ехать сюда 200 верст потом по косогором чтобы оказаться среди людей ну ладно мост люди нормально по снастям слушайте не буду вам голову морочить фидера фидеры наверное да сейчас к ним обычные оснастки эти камбельные потом покажу ну вот и пару стульчиков как обычные два пенсионера у меня новый стульчик вчера купил не было сколько 45 лет живую ничего подобного не имел такой прикольный а у славки у него купил но только раз чехлил наверно впервые как-то мы этой рыбалки не не особо увлекались ну все забрасываем солнце зашло пока что-то видно забросились только что конечно одна оснастка улетела у меня на фидере было заклипсована леска я забыл нормальная история вот такая вот история зато у нас уже есть вот такая первая первая камбалешка попалась нормально больше ладони на салатку креветки пока молчат но только забросились клёво как такового еще кстати нет ничего дело наживное ждем потом за мной сидят два парня потом мужичок он заходит в воду заходит глубоко я тоже в эйдерсах готов я к этой операции вы пока не понимаю не вижу чтобы у него там чёс был прямо так что пока терпим ну красотища знаете тишина ветер с берега здесь ветра вообще нет никакого но слышите микрофон не шумит но посмотри ты антураж когда еще такой увидишь как он бежит к полке вот наличь отсидел но в принципе может и потерпеть ну чё там причем работает одна удочка вот три стоят и можно можно по волне понять что там мель а там нет там волна то есть явно какой-то мысок ему закинули что рассказываю все секреты не знаю я только что придумал за секрет ну вот волна там обо что-то она бьется она нарисовывается а здесь нет к нам туда что-то нас там не ждут но сдвинемся вот одну палку забили там сколько можно сдвинемся придется ничего не поделаешь ну знаю сейчас снимаю на другую камеру со звуком конечно похуже будет но вот такие ребята тоже попадаются и боюсь что ее не спасти потому что заглатывает она на крючка я не чувствую это крючки с длинным тевел ну что ты поделаешь ладно слушайте но сидеть бы так сидеть так можно долго потому что ветер в спину берег за нами такая сопочка да и везде он обрывец да и ветра особого нет волна накатная какая-то я уже говорил что это не не от сегодня так что комфорт такой повышенный скажем так сидим но это слабко он уже старых куртки ходят а я то еще по молодости в коксе какой-то бегаю куртку даже не брал красотища братья и сестры важное объявление важная информация вера в человечество восстановлена обрекаю человечество на смерть раза четыре в день иногда мучительную но вот тут знаете такие бывают проявления человечности что давайте еще поживем мой хороший товарищ гайдер привет на киш озере это для местных для латвийцев нашел очень дорогие очки рыболовные солнцезащитные но с диоптерами то есть явно заказная штука дорогая догадываемся насколько стоит у кого-то видимо настроение не очень сегодня может даже такой быть штука такая которая привыкаешь так что на киш озере мой товарищ нашел дорогие очки шаппорт и есть горячее желание вернуть если кто-то слышал у кого-то у знакомых они выпали из лодки вылетели там на ходу всякое бывает еще не то теряли кто-то может сам потерял давайте в комментарии информацию и вернем их разумеется безвозмездно так что вот такое важное объявление вера в человечество это дорогого стоит все продолжаем просмотр и извиняюсь вот не знаю видно вам не видно но вот на этой сидит была одна поклевка такая явно а потом потрясло и остановилась да ну она наверно заглотила до сидит ну подождем мы старая повисим да да есть сдвигаемся немножко от этой волны от видимой волны он сладко где поднял 1 такая для бульона какие-то кей сладко ковыряется все у нас что-то там появляется в ведре салака креветка салака пока побеждает но то ли место то ли салака то ли все вместе и кресло чем у нас на берегу кресло удочки насадка и мусорник мусорник важная штука ну клюет не то чтобы как из пулемета ну ну клюет да какой-то камушки там на дне протаскиваешь ничего не вот такая вот красавица ну вот мелочь да а крючка повторяю не видно то есть ножницы это ну может первое дело что здесь нужно помимо удочек без ножниц беда ну не то чтобы крупная но парочка все приятно но только хотел сказать помельче пошла сладко вытащил вот одна нормальная 1 ну такая средняя но самые крупные попались по светлому любопытный момент на вот в руках укладки неплохо это давно не было давно не было час только клюнуло на одну раз расскажу почему давно не было может быть ну или размер хороший или две не понимаю мясорубка у меня такая 6000 но очень-то и и напрячь тут довольно трудно а вот оно что это я под маск перекинул свою же удочку ну и размер еще и две то что все совпало да интересно поклевок не было а две у меня и две у славки не но у меня вот клевала у тебя и не видела и вот нижняя покажи даже вот такая уже ну по нашим меркам толку слушайте сейчас послушал звук со второй камеры она с микрофоном да ни черта ж не слышно это микрофон и волнует уловит и и забивает так как будто хороший ветер ну посмотрим дальше что получится получится ну извиняйте да не рассчитал как-то сейчас этот скаут престарелый меня насмешил звезда упала я видел слав звезда упала какая звезда игра что такое метеорит ну вот так на сорок шестом году жизни я понял что загадывать желание бессмысленно это метеорит ладно пошел этот метеорит курткой уже мерзнуть по большому счету смотрите вот за мной видно наверно да вот такой вот фонарик вылез луна от этого в море вода низкая вот в море вода низкая но это же где видом это было такое бывает ветерок в нужную сторону вода луна и вода низкая ну клев подутих пол 11 сейчас клев подутих ждем ждем все нормально нам рыбы сколько надо у нас уже почти что есть так что беспокоиться не о чем ну славка говорит если хорошая поклевка ваших хорошая рыба но поклевка была такая потяжка не рыба как рыба не рыба как рыба даже я пускал мелкая а поклевка была хорошая святый славка хороший славка рыбу выпускает первый первый раз вижу такое б но все смотрю что камере света немножко не хватает конечно показать что видно все и без фонаря по большому счету удочка стало видно фонарь я вам показывал вот такой вот он за сосной там красота и соседи нас покинули ну соседи то боксами хорошие были соседи тихие не подходили глупых вопросов не задавали бубенцы они свои эти забрали вот это хорошо вот эти бубенчики на камбалу да в любом виде это бубенчики на удочке но не могу ну что-то во мне протестую всем своим естеством вот такая вот у меня есть фобия или мания одной из двух а вот такую историю я ждала раньше камбала съела два поводка жадная ужас ну что ж ну что-то типа работа такая что ли немного мы поймали но вот у меня две у славки 2 жадкий размер получше с этой удочки которая молчала долгое время вот как хотите так и понимаете на креветку вот такая вот шелуха клюет а у славки на салат покрупнее не знаю может пореже но покрупнее короче вот этот вот мародер он вначале при поклёбке становится в позу такого пинчера и потом делает подсечку подсекает подсекает он прет что-то но не вижу 1 1 но нормально ну ладно полку за да одна из таких на может самых крупных может даже самое покажись к ну показывать что ты умеешь я смотрю рыбы вперед тыкать все научились ладно смотрите но как хочешь так и понимаем славка нарезает салаку такими крупными кусками что он даже как-то не из руки кажется а вот размер у него размер рыбы у него отличается явно вот у меня вот этот середнячок а у него вот эти вот палтусы факт есть факт смотрите тот самый пресловутый калкан каменка каменная камбала но размер какой есть но они то вырастают здоровые мы знаем но брать нельзя не заглотила смотрите рот какой в отличие от обычной камбала он сразу отличается как небо и земля круглая выпускаем торжественный торжественный акт и чтобы пошел не заглотил кто-то за краешек ну вот и у славки тройня интересные тут есть насекомые такие вот они жрут креветку это похоже на бокоплава на мормыша но скачут скачут как кузнечики о прыгает ведь такая блоха какая-то немного и довольно ну что братья сестры хлопоты хлопоты потихоньку это ведро наполняется вот уже немного осталось но то сидим по полчаса то то по три штуки на удочку такими какими-то фазами то мелкая такая лаврушка то нормальная рыба какими-то заходами она такая штука стайная скорее чем нет и вот прибывает водичка славка заметил по сухому ставили ставили эти стойки для удочек а вот уже вода доходит до них поднимается водичка ну вот так вот фазы вот этой мелкой но это даже такая средний мы все равно не крупная даритки сменяются фазами бесклевья но в принципе надолго надолго она нас не оставляет ну что такая такая что мы даже отпустим и какие-то особки начались неждану негадану дождь пошел ну такой дождь ну дождь дождик ладно рассвет близок случилась такая мелкая неприятность мелкая была бы она если бы ни одно но сентиментальная история сентиментальная до грусти прямо сломал фидер слушайте но сломал бы я просто фидер я бы через минут перешагнул и пошел дальше просто сломался да во первых он до 70 грамм был я кидал им 100 120 и 140 я пользуюсь им около 20 лет вот отсюда сентименты это мой первый фидер это наверное лучший фидер за всю историю что у меня что у меня был он прощал мне все что угодно очень выносливая такая палка была просто наверное он устал уже вот на забросе я вышел хлопну сульф мастер это ну 20 лет ему наверно до eternity до 70 грамм бляха бляха как жалко да ну ничего не сделаешь слушайте я его наверно похороню вот я бы сказал наверное будут похороны с почестями вот такие у меня такие у меня пока мысли такие сентименты к этой палки эта палка такая пол жизни моей ладно чем час оседлаем новое а вот такая удочка она стоила на 5 платов или 10 евро что-то из этой оперы сейчас она станет фидером или донкой это у нас на раз-два 6000 катушка с фидера снял 6000 катушка в данных условиях не то что не многовато они маловато ли очень даже уместно люблю большие катушки на подобных мостах все поехали заряжаемся заново ну вот обновленная снасть пришла с рыбой 1 отвалилась сейчас у берега вот такая же самая не жалко кстати крючок крючок опять видим давайте опять отпустим у покаясь и у нас и так много ну что же 5 часов 5 часов утра предрассветное такое такое время любопытное оделись как капуста вот все что было на себя одели можно одеваться по землю спокойно можно одевать зимние костюмы то есть градусов я не знаю но может быть под 10 не холодно ну так зябко знаете такая пыль воздухе летает и одеваться надо хорошо но мы как естество испытатели ждем ждем рассвет и посмотреть хочется что с утра рыбы по сути уже достаточно до что будет с утра лучше хуже и так далее посмотрим и вы посмотрите тоже так что ждем утро у нас кофе с собой три литра кофе вот этот вот этот чайник делался таким такими усилиями сейчас покажу интересный процесс кофе варенье кофе машина в кувшин чашечками потом в миску погрели до грели с кран смешали теперь процесс продолжается в неприглядной форме чем нашли тема черпаю вот такая вот она у нас экстремальная рубах ребята а в итоге а в итоге наверное мы половину только выпили поэтому мы наверно и кемарин немножко немножко пас ну поспали но я наверно минут пять один раз а второй раз минут 15 славка один раз на минут 30 так что считается что не спали всю ночь добросовестно добросовестно сидели но кофе хороший под утро очень даже очень даже приятно учитывая осадки ну что дождались восток уже олеет как говорят наверное на камере он как раз олеет у меня он такой желтовато розоватый удочки уже все уже видно без фонаря так что потихоньку сейчас глаза пристреляются и фонарь будем снимать утро доброе утро ну вот это уже утренняя утренняя порция сушки вот если видно я не знаю это прибойная волна или там ветер где-то дует какая-то такая любопытная но вода прибывает как бы хочется перебросить через те волны там то ясно что что-то мутит поднимает взвесь какую-то но до туда забросить так трудновато попробую ближе бросать даже ну здесь между милями скажем так сейчас надо что-то что-то выдумывать ну что братья сестры 7 часов утра клев в ноль час больше час уже не видим ни одной поклевки он славка носит носит уже барахлишко потому что мы готовы сворачиваться отойду подальше от этого водоема он прекрасен но очень шумно слушайте ну как бы я сейчас сказал надо приезжать после обеда вот сейчас идет прилив явно прибывает вода прямо на глазах после обеда ну наверное по этой логике можно ждать отлив да мы приехали был хороший отлив мы приехали часика в 7 вечера до пол восьмого пока забросились в общем 8 у нас уже были первые рыбы и сразу клевала первую удочку забросили и сразу были поклевки то есть после обеда есть шанс уже можно рассчитывать на какой-то клев а утро может быть это конкретно это место потому что вот видно что мель довольно далеко мы ее не перебрасываем не можем перебросить воду заходить неохота такая волнишка она брызгается нет нет не то что там что-то смертельное но неохота ну вот так так что я бы следующий раз если он будет то я бы приехал пораньше если есть такая возможность и остался бы до до вплоть до до рассвета но но не более того пока вот такие такие у показания сушки пока пока тут рядом со снастями давайте покажу технический минимум вот который я уже за вторую рыбалку я уже усвоил да то есть смотрите на грунт камни щебенки только круглая если берем какие-то вот род холдеры да какие-то держатели для удочек то надо что-то крепкое в данном случае алюминий сварной да ну кто во что но вот мы живем в алюминии у нас такие приблуды потому что их надо вбивать никак не засунете иначе надо бить да что еще пойдемте вот три термоса это не обязательно но от одного беды не будет о славка славка все-таки разловился ну наверное самая мелкая до сегодняшний рекорд красавица пойдет гулять конечно конечно так вот технический минимум обязательно фонарь вот кстати обратите внимание на лишки покупал хорошая линза такая светит как раненые и батарейка здоровая ну вот на всю ночь хватило часов на десять точно далее обязательно ножницы в любом виде она заглатывает 99 процентов этих рыбешек заглатывают по самые гланды и никак кроме ножницами ее не выковырить ведро ну ведро это просто удобно если салата ну то нож понятное дело набор грузиков и снасток этих ну минимум продублировать надо свои удочки до минимум если у вас две удочки то хотя бы четыре оснастки потому что и отрываются крючки и улетают они всякое бывает грузики в моем случае от 70 до 150 грамм вот сегодня у нас 70 стоит и никуда не дается иногда бросая 120 она улетает аж на берег и выплевывает вот первый мой опыт такой был ну это холодильник не холодильник неважно и ветки салака все склада элементами ну так она спокойнее хороший стульчик хорош стульчик это хорошо потому что сидеть надо много ночь долго так что стул фонарь ножницы нож ладно по умолчанию что ведерко и вот эти вот рот холдеры должны быть крепкие кронштейны для удочек держаки должны быть крепкими вот такие пироги ну все по дороге еще наболтаемся давайте будем собираться да и братья сестры не забываем о мусоре да я человек курящий вот ложу тут на карачках бычки собирают слушайте ну за органический мусор креветки тут эти он салащий головы я вообще не переживаю а вот эти пакеты бычки маленькие тюленята наши дети будут купаться в этих бычках ладно вот эту херню можно все отставить просто не думая собираем мусор и везем с собой вот так легче всего все мусорник обязательно и увозим его с собой спасибо за понимание он идет и чужие бутылки собирает а ведь я его этому не учил молодец какой молодец